ловим на шпроты на засолку заодно купаемся хороший москлец жирный луночка у нас складывается вот хороший москлец елец идет ребята всем привет добрый день или добрый время суток кому как угодно все не решили пойти снимать какую рыбу делаем шпроты так у нас получилось планируем сделать из уклейки из верхоплата лишь против что у нас получится если поймаем что не другое там пискаря сделаем из пискаря ну будем ловить на опару все и у нас ручки кроме крючка здесь нет ничего леска и все просто течение и рыбалка детства вот такая вот рыбка такая вот рыбка ну клеечка мелкие нужно будем ловить но если крупнее пойдет с меня расстроить такая вот верхоплавочка привет такая вот рыбешка друзья мои всем привет с вами димас оператор антон мы сегодня для вас наловили мелкой рыбки вот такой уклеек ну чуть покрупнее ельцов москлецов такая вот рыбка у нас и решили для вас приготовить попробовать приготовить шпроты такие вот местные шпроты принципе они чем не отличаются только рыбы как вот здесь уклейка начнем приготовление для этого нам надо будет ее почистить рыбу от чешуи уклейка чистится очень быстро не можно вообще не чистить она такая как бы чешуйка у нее нежная не можно просто промыть она уже все сойдет и естественно почистить от внутренности от кишков при этом и надрезаем и стараемся вынуть аккуратно наши кишочки здесь почти все вынули ну естественно мы там будем промывать в принципе оператор еще покажет может быть там как бы ничего не остается только пузырь я бы все все чисто пузырь он съедобный вот друзья мы почистили нашу речную рыбку такие вот симпатяшки получились без голов включаем наш сковородку чуть маслица выливаем 4 распределяем ее всему диаметру и выкладываем нашу рыбешку аккуратненько по всей поверхности нашей сковородке аккуратно выкладывается а и Продолжение следует... Ну вот, как бы мы добавили жидкий дым, она у нас немножко потомилась еще и начинаем, попробуем закрыть баночку. Что у нас получится из этого? Наши лечные штропы. Аккуратно выкладываем. Ну не все ума. Что из этого выйдет, я не знаю. Но это как бы не заводские. Сразу видно, что речные. Вот и заливаем маслом. Как делают это на фабрике. И закрываем крышкой, как обычный консерв. О, был щелчок. Все закрылось. И я думаю, так же как консервы мы перевернем. Будем испытывать, пробовать, что у нас получилось. Запах дымка присутствует, но не как шпроты, естественно, ребят. Это, естественно, домашние шпроты, такие речная рыба. А не морская, наверное, вкус отличается. Есть специальные рецепты. Мы видели, добавляли не очень много разных специй. Для рыбы, лаврушку, перец, соль. Все. Больше ничего не было. И масло. Очень вкусно. Конечно, наш прот, если честно, далековато. Ну, я думаю, они постоят в баночке, в холодильнике. И примут такой же вкус. Вот, он просто горячий. Кто-нибудь пробовал горячий шпрот? Ну, наверное, вряд ли кто-то пробовал. Я сейчас пробую клейку речную в горячем виде. Такая томленая рыба. Косточки нежные. Их нету, как шпроты. Я думаю, она остынет. Постоит в холодильнике. Или в каком-то местечке, в подвале. Несколько недель. Вот, и примет почти шпротный вкус и вид. И все такое. Так что пробуйте. Ловите у клейков. Сейчас летом. Ну, как бы она всегда клюет. Делайте, пытайтесь. Что у вас получится. Мне кажется, прекрасная закуска. Бутерброды сделать детям. На стол что-то необычное подать. Вдруг у вас, вы не купили шпроты, не успели. А у вас баночка такая задержалась. С вами был Димас. Оператор Антон. Всем добрая мира. Увидимся. Пока-пока.